Наши потребления углерода или углеродный след сильно различаются по таким признакам, как культура, индустрия, потребительство, транспортировка и многие другие отрасли. Мы живем в мире с высокой углеродной зависимостью. Если мы попытаемся полностью остановить выбросы углекислого газа, то индустриальная, сельскохозяйственная и транспортная системы в мире просто разрушатся. В попытке урегулировать парниковые эффекты правительство устанавливает ограничения на выбросы углерода. Помимо снижения выбросов углекислого газа, компании и правительство могут воспользоваться двумя методами, чтобы соответствовать этим ограничениям. Компенсация выбросов углекислого газа – это метод, когда организация финансирует развитие возобновляемых источников энергии, таких как ветряная электростанция и биотопливо, как способы уменьшения собственного производства парниковых газов. Другой основной метод – торговля углеродными квотами. Это процесс, при котором производители с избыточными выбросами торгуются с производителями с наименьшими выбросами. В сущности, они платят другому производителю за право на некоторое количество выбросов. Критики методов в компенсации выбросов углекислого газа и торговли углеродными квотами утверждают, что эти методы открывают загрязнителям простой путь для снижения выброса углерода без сокращения углеродного следа. Другие предполагают, что ограничения на выбросы являются несправедливой мерой для развивающихся стран, так как они больше всего полагаются на такие источники энергии, как уголь, и не в силах финансово компенсировать или торговать выбросами. Самое лучшее перспективное решение – это снижение выброса углекислого газа. Однако, чтобы осуществить это, мы должны перейти к альтернативным, менее вредным источникам энергии. Субтитры создавал DimaTorzok